Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вадим Этман сегодня вместе с нами в нашей студии певец, музыкант, шоумен. Это очень здорово, это очень круто, невероятное настроение. Фух, сейчас пока можно отдышаться, спрашивает. Да, Вадик, не побоимся этого слова, ты просто взбудоражил интернет общественно своим последним клипом «Иллюзия». Скажи, вот я уверен, что он не последний. Своим последним, утвердительно сказал, был такой клип, что лучше бы он был последним. На самом деле, кадры этого клипа сейчас крутятся за нашей спиной. Скажи, пожалуйста, что это такое? Хайп, желание выделиться, вдохновение или вообще это вот что-то другое? Могу сказать, что это стечение обстоятельств, это получилось спонтанно. Так, получается, нас затопили соседи. Вот, сейчас, нас затопили соседи. Нас затопили соседи. Это раз. Мы переехали к родителям моей жены в станицу. Там гуси, поросята, ну, в общем, живность. И, получается, параллельно с этим я попал на кастинг в один известный проект. В общем, не буду говорить, что за проект. Вокальный проект на федеральном канале. Вокальный проект. Вокальный проект. Да, да, да. Я, получается, туда пошел на кастинг с музыкальной колонкой. Вот. Я специально для этого купил колонку. И возникла такая идея, почему бы не снять клип, что я иду с этой колонкой, пою свою песню. И просто спонтанная была идея, вот как импульс головной мозга, почему бы не сделать. Я звоню Косте Невельскому, это мой друг, аранжировщик. Кстати, он сделал аранжировку песни «Иллюзия». И я ему рассказываю, такая-то идейка, говорю, Кость, давай, может, сделаем? Он говорит, давай сделаем. И буквально на следующий день мы не писали никакого сценария. Просто приехали и на ходу снимали то, что мы видели. Вот с этой колонкой? Вот с этой колонкой, да, да, да. Сначала мы начали с индюков. Вот как раз там на, по-моему, или 15 секунде был индюк, кстати, вот у родителей моей жены этот индюк живет, да. То есть семейный индюк, да? Да, его зовут Василий. А, еще и Василий появился. Один из актеров. То есть он ответил уже на следующий вопрос, кто это все-таки придумал. Но выглядит так, как будто большая команда над этим работала. Сколько людей задействовало? Костя Невельский и я. То есть вдвоем? Ну да. В два человека. А можно посмотреть, да, на клип, чтобы... Сейчас фрагмент буквально покажем нашим зрителям, чтобы все понимали, о чем речь. Давайте взглянем, друзья. Иллюзия костра, у нее глаза. Закрыло от меня и неведомство. Ты знаешь наизусть все мои мысли, когда тебя коснусь. Ты знаешь наизусть все мои мысли, когда тебя коснусь. Иллюзия костра, у нее глаза. Закрыло от меня и неведомство. Иллюзия костра, у нее глаза. Закрыло от меня и неведомство. Не, ну правда, в красотках вот в таких там... Заедает, заедает еще. Вот у меня уже иллюзия, да, в голове. Круто! У тебя хороший вкус. Ну, спасибо большое, я знал. В общем, станица, ты такой весь, да, как мы видим, колонка. Как местные жители реагировали? Гуси. Давай, 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 вообще начнем с того. Смотри, ребенок, пес на руках. Что за станица, во-первых? Станица Маринская. Получается, это родная станица для меня. Во-первых, потому что моя жена там родилась. А во-вторых, потому что, можно сказать, что я там все детство вырос. Я ходил на дискотеку. И, кстати, вот тут тоже могу рассказать такую историю интересную. Перед тем, как идти на танцы, мне нужно было всегда нарвать травки для гусей и для курей и покормить свиней. Потому что не отпускали, да? Вот, да, да. Ты сделал, покормил рюшку, да, и пошел потанцевать. Вот поэтому вот рос в станице Маринской. Но во время съемок клипа происходило что-то интересное? Может, я укусил гусь, либо хозяин гуся. Ты тоже семейный, не знаю. Хуже, хуже. Случился такой момент. Костя говорит, давай снимем. На въезде есть очень классные трактора. Ржавые, да старые. Я говорю, ну поехали туда. Я, несмотря на то, что живу в этой станице, не знал об этом месте, что там есть такие фактурные трактора. И там рядом с тракторами стояла мусорка. Мы, правда, эти кадры вырезали. Ну, думали, ну почему бы нет, попробовать на фоне мусорки, тоже на контрасте спеть. И я начинаю петь, махать руками на фоне мусорки. И тут проезжает моя первая учительница на машине. Серьезно? Вы представляете? Мою реакцию мне неудобно. Ну, представляешь, как бы она вкладывала в меня там всю культуру, частичку своей души. И тут ее ученик, да, спустя там 20 лет на фоне мусорки. И крик. Это на видео я это снимал. В галошах, вот так поет. Она немножко остановилась и увидел. И почему-то я так сразу засеснялся. Ну, то есть она тебя узнала, ты в очках, что ли? Да, да. Такая была. В общем, это такой яркий был для меня момент. Вот даже из разряда. Я думаю, она одна из первых, кто посмотрел этот клип и оставил комментарий. В школе потом приходит Вадик, а это мы напомните? Помню. А я уже забыл. А я уже забыл. Я такая снял жутко. Ну, а по поводу все-таки отзывов и комментариев, их очень много. Все ли они положительные? Конечно, нет. Ну, честно, я думал, что будет намного больше отрицательных. Я даже удивился, был приятно удивлен, когда увидел, что есть и положительные, и их больше. И разные люди пишут. Понятно, что всем хорошим не будешь. И когда мы писали эту песню, снимали клип, мы не думали, вот бы, чтобы всем понравилось, чтобы всем хорошим не будешь. И прикольно читать комментарии, иногда прям до слез. Кто-то пишет, ребята, красавчики, продолжайте, это классно, необычно. Кто-то пишет, что я сейчас посмотрел, там, ну, что поливают, в общем, грязем. Ну, я как бы не расстраиваюсь. Опять ее вот калоши и моешь. Правильно. На самом деле... Кто-то говорит, да, даже кто-то писал, что там, братан, петь это не твое, туда-сюда, что... На самом деле не переживай, да, это... И Максиму пишут, понимаешь? Не, ну, Максиму это не его. Что у тебя за платок? Нормальный платок, что началось, смотри. Слушай, всякое пишет. Дальше. Ты по всем станицам проедешь с этой... С гастрольным туром. С гастрольным туром и клипы везде снимешь или что? Ну, я думаю, особо смысла нет делать то же самое, да. Я думал над возможным продолжением. Ну, колхозник, допустим, ну, я в роли, допустим. Ну, так, я по-доброму говорю, колхозник, ну, к примеру, и я бы думал, было бы интересно, если бы он поехал покорять какой-то мегаполис, какой-то известный, чтобы, допустим, в каком-то известном городе, ну, это так. Всех секретов раскрывать не будем, друзья. Подвесим, подвесим. Вадим Этман сегодня у нас в гостях, рассказал о своем новом клипе, обязательно посмотрите, друзья. И я думаю, что совсем скоро ты просто, тебе прохода не будет ни на улицах Краснодара, ни на улицах станиц наших замечательных. И будут все напевать твои песни. Друзья, это и другие интервью вы всегда можете посмотреть на сайте нашего телеканала Кубань24.tv